Косяков Александр, издание «В мире спорта», Игорь Геннадьевич, можно игру разделить до удаления и после. В любом случае, хотелось спросить, что сегодня результат 3-1, понятно, проиграли. Вот сейчас тренер Личко бы очень хвалил команду «Факел». Но что можно все-таки в этой игре взять позитивного? Потому что, в принципе, если даже мы смотрели статистику, сейчас 52 на 48 в пользу «Факела» владение мячом, 14 ударов у «Динамо» 11 по «Факелу», то есть так вроде бы есть и положительные моменты. Но на ваш взгляд, что положительного можете за эти игры вынести? То, что Рога не отпустили после счета 3-0, там могли в первом тайме забить, там более фонокровно сыграли бы. Но то, что голы пропустили, я думаю, таких голов нет, чтобы такие, так легко нам забивали. Это стечение обстоятельств просто, или какие-то были ошибки все-таки допущены? Ну, в футбол без ошибок не бывает, поэтому приводят гола. Сейчас по горячим следам, я не собираюсь, пока ничего говорить. Надо проанализировать игру, делать правильные выводы и идти дальше. Потому что с любой игры, что выигранное, что проигранное, есть позитивный момент. Мы больше на это акцент будем делать. Готовки к следующей игре. Вы видели сегодняшнюю игру «Динамо». Вы понимаете, что здесь будет трудно многим соперникам. Как бы что вы скажете пару слов о вашем сопернике? Мы перед игроком говорили, что симпатичная команда не доказали это еще в том году, в том сезоне. То есть, что они на своем уровне держат его. Есть хорошие исполнители. Быстро выбегают в атаку. Заманивают соперники, выбегают. Вот это против нас и сыграло. Ту плохую вещь, на которой мы делали акцент в подготовке к этой игре. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова